Всем привет! Сегодня я с вами поделюсь простым, быстрым и вкусным рецептом турецкой пиццы Лахмаджун. Ну что, давайте начнем готовить. Сначала в муке смешиваем соль, сахар и сухие дрожжи. Это все хорошенько перемешаем. Потом делаем углубление в муке и добавляем туда растительное масло. И постепенно заливаем теплую воду и замешиваем мягкое тесто. Когда немного замесили тесто, подливаем туда немного растительного масла. Теперь посуду туда, куда мы будем класть тесто, смазываем по краям, а также внутри растительным маслом. И тесто тоже немного смазываем. И кладем тесто в нашу посуду. Накрываем пленкой и оставляем тесто на 30 минут в теплом месте, чтобы тесто поднялось. А пока подготовим начинку. Эти все ингредиенты нужны для начинки. В начинку еще кладут красный острый перец. Но я не кладу, потому что у меня томат так и так острый. И еще я к фаршу добавляю красный молотый острый перец. И для любителей вы можете еще добавить в начинку чеснок. Кто хочет. И эти все овощи я мелко накрошила, но можно их все перебить через блендер. Эти все ингредиенты мы должны смешать. Тем временем тесто поднялось, поэтому кладем его на рабочую поверхность, припыленную мукой. И делаем из них клубочки. Клубочки можно сделать маленькие, а также можно сделать большие. Ну, чтобы сделать большую пиццу. Лохмаджон. Но я решила сделать маленькие пиццы. И поэтому я беру и делю их на маленькие клубочки. Теперь один из клубочков мы раскатываем в очень тонкий пласт. Примерно 1 мм. Ну, чтобы был как лаваш. И теперь кладем его на противень, застеленным пергаментом. На него кладем нашу начинку. Также повторяем с другим тестом и кладем в духовку на пару минут, чтобы приготовился. А также повторяю с другим тестом. Когда лохмаджон приготовился, кладем его на доску. И сверху накроем полотенцем. А пока нарезаем лимончик и подготавливаем петрушку. Берем один лохмаджон. На краешек кладем петрушку. И поливаем лимонным соком. И заворачиваем как бы в рулетик. Так подают в Турции. Нарезаем пополам. И вот такая красота получилась. Лохмаджон получился очень вкусный и хрустящим. Обязательно его приготовьте. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно сохраняйте этот рецепт и ставьте лайки. А также подпишитесь на мой канал. Всем пока!